Довольно часто на вопрос, почему вы решили покупать новый компьютер, либо более продвинутое железо для апгрейда своего старого ПК, люди отвечают. Мой компьютер ничего не тянет, постоянное зависание в играх и даже простая работа в офисных приложениях превращается в настоящую пытку. И отчасти такое решение правильное, ведь технологии не стоят на месте и обновленные приложения становятся более сложными и как следствие более требовательны к ресурсам. Но как правило такие решения требуют ощутимых бюджетов. В этом видео я покажу самые эффективные способы оптимизации Windows для игровых и рабочих задач. Независимо от того, какой компьютер слабый или мощный, после завершения всех настроек вы увидите ощутимый рост производительности. Вся настройки будут выполняться вручную без использования сторонних программ, чтобы избежать возможного заражения различным вредоносным поваром. Итак, не будем затягивать и переходим к делу. И первым делом я рекомендую с нуля установить операционную систему и использовать оригинальный образ, а не урезанные сборки. Если ваш компьютер и так сильно тормозит, много мусора и хлама, то банальная переустановка системы для очистки от ненужной грязи и начала оптимизации будет лучшим вариантом. Если у вас возникнут проблемы с переустановкой Windows, напишите в комментариях и я сниму отдельное видео на эту тему. И начнем мы, пожалуй, с самого важного. Это драйвера для вашего компьютера. Несмотря на то, что современные операционные системы подгружают драйвера автоматически, основные драйвера лучше устанавливать с официального сайта. Под основными драйверами я предполагаю драйвер на видеокарту, чипсет материнской платы, аудиодрайвер и драйвер на сетевую карту. Для того, чтобы найти официальную поддержку, необходимо знать модель ноутбука или модель видеокарты материнской платы в случае, если у вас системный блок. Если вы не помните модель вашего железа, напишите в комментариях и я подскажу, где найти эту информацию. Переходим в официальный сайт производителя, в моем случае это MCI. Вбиваем модель ноутбука, переходим в поддержку и скачиваем все вышеперечисленные драйвера. Если есть дополнительный софт, например, на подсветку клавиатуры, его также скачивай. Во время выбора драйвера обязательно учитывайте версию операционной системы и разрядность. Если кто-то не знает, какая разрядность установленной системы, то можно перейти в свойства системы. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер» и выбрать свойства. Также при выборе драйвера на видеокарту следует обратить внимание на специфику. Если вы играете в игры, выбирайте геймрейди. Если вы работаете в тяжелых программах, то выбирайте студию. Проблем с установкой быть не должно, здесь все максимально просто. Распаковываем архив, жмем без диа далее, так проделываем со всеми драйверами и перезагружаем компьютер. Если вы устанавливали чистую операционную систему, то после первого запуска прилетит немало обновлений. Также в автоматическом режиме должны установиться недостающие драйвера и два крайне важных компонента – это DirectX и Visual C++. И прежде чем перейти к следующему этапу, обязательно нужно проверить, все ли обновления установили. Для этого переходим в «Пуск», далее «Параметры», выбираем «Обновление и безопасность», проверить наличие обновлений. Делаем так после каждого перезапуска, пока не увидим уведомления о том, что у вас установлены все последние обновления. Следующим этапом мы будем отключать все ненужные функции и очищать компьютер от различного хлама и мушара, который Microsoft любезно предоставляет нам на скоробке. И постоянно потребляет ресурсы, грузит оперативную память своими анализами, статистикой и отслеживанием. Все отключать мы не будем, а избавимся только от тех действий, которые никогда нам не пригодятся. При этом вы сами должны принимать решения по отключению того или другого действия, потому как то, что не нужно мне, возможно для вас будет жизненно необходимым. В случае, если вас одолевает страх сделать что-то не так или просто не хватает времени на полную оптимизацию и в дальнейшем поддерживать свой компьютер в максимально производительном состоянии, могу порекомендовать отличное решение. Команда Лиги Мастеров дистанционно полностью продиагностирует ваш компьютер и оптимизирует операционную систему. Вы получите максимально производительный компьютер, перечень рекомендаций по возможному апгрейду, приближающемуся техническому обслуживанию, например замене термопасты и многое другое. И все это за, на мой взгляд, более чем доступную цену. Для начала можно выбрать подписку на один месяц, портестить и дальше принять решение о покупке подписки на более длительный срок. Так будет еще дешевле. Ссылку оставлю в описании. Ну а с теми, кто готов потратить время и выполнить все настройки самостоятельно, идем дальше. И в первую очередь, на случай, если по каким-то причинам предлагаемые настройки вас не устроят, будет не лишним создать точку восстановления, чтобы иметь возможность в любое время откатиться назад. Для этого перейдем в мой компьютер, в открытом окне кликаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства. Далее в левой области окна переходим в защиту системы. Проверяем включена ли защита системы и если она отключена, нажимаем настроить и ставим галочку включить защиту системы. И выбираем максимальное использование пространства не более 10%. Нажимаем применить и далее создаем точку восстановления. Пишем узнаваемое название, я напишу оптимизация, вы можете назвать как вам больше нравится. Название не на что не влияет. После успешного создания точки восстановления, переходим к настройке системы. Для этого переходим в пуск, далее параметры и выбираем раздел система. И в первую очередь настроим уведомления и действия, здесь вы можете оставить все, что вам необходимо, в моем случае я отключаю все уведомления за ненадобностью. Далее переходим в раздел быстродействия и удаляем все ненужные плитки. После этого переходим в параметры фокусировка внимания, снимаем галочку внизу и все автоматические правила. После этого переходим в список приоритетов и удаляем все приложения, которые видим. Также снимаем галочки люди, вызовы и смс. Возвращаемся назад и переходим в питание и спящий режим отключения экрана. В случае если у вас системный блок, то в обоих случаях выбираем никогда. Если ноутбук, то для экономии энергии рекомендуется выбирать через 15 минут. После этого вернемся в очень важный пункт дисплея. Здесь вы настраиваете по своему усмотрению, но самое важное обратить внимание на раздел масштаб и разметка. Здесь независимо от разрешения экрана должно стоять 100%. Далее переходим в дополнительные параметры дисплея. В этом разделе нужно убедиться, что стоит максимальное значение герцовки вашего монитора. После этого возвращаемся назад и переходим в раздел настройки графики. Здесь один из важнейших пунктов, на который стоит обратить внимание, это планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Здесь нужно самостоятельно протестировать работу этой функции в играх. Зачастую бывает, что с включенным аппаратным ускорением производительность еще хуже, чем с выключенным. И в случае, если вы занимаетесь стримингом, обязательно отключите эту функцию. Первым делом отключаем функцию автоматической очистки памяти. Лишний мусор лучше убирать вручную и когда нам это необходимо. Далее планшет. Выбираем никогда не использовать режим планшета. Во втором списке выбираем запрашивать разрешение на переключение режимов. После этого переходим в дополнительные параметры и отключаем все тумблеры. Далее идем в пункт многозадачность. Здесь нужно отключить временную шкалу, остальное оставим без изменений. После этого переходим в пункт общие возможности и тут отключаем пункт передачи между устройствами. Далее переходим в раздел буфер обмена, где журнал буфера обмена отключаем и внизу списка кликаем очистка, чтобы его почистить. С этим списком закончили. Кто-то наверняка изрядно подустал, нужно немного передохнуть и перейти к остальным настройкам во второй части.